друзья приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки ну что ж сегодня очередная сессия которая насыщена на макроэкономический фон и серьезные статистические отчеты в 14 45 по московскому времени пройдет заседание европейского центрального банка мы не то чтобы его ждали друзья по крайней мере я среди большого разнообразия рисковых активов валютного рынка ранее сделать ставку не на евро на фунт на австралийцы на канадцы и как показывают последние тенденции эта ставка была оправдана евро в последние недели довольно вяло ходит возможность ситуации сегодня изменится потому что фон который мы ожидаем явно располагается этому ну собственно сегодня я евро уделю несколько минут и предложу вам а конкретную торговую сделку помимо заседания европейского центрального банка и очень важные пресс-конференции которые всегда проходят через 45 минут после того как анонсируется и озвучивается решение по процентным ставкам еще один важный отчет уже по американской экономике это темп экономического роста ввп сша за третьих квартал и вот этот вот релиз а будет иметь также не меньше влияние на валюту в частности на американский доллар поскольку это еще один важный релиз перед решением американского регулятора относительно текущей программы количественного смягчения из последующих сроков повышения процентной ставки то есть важный релиз перед решением относительно ужесточения монетарной политики поэтому каждый отчет сейчас можно анализировать будет ли он мотивации для регулятора поторопиться с решением по отказать стимулов либо напротив он станет еще одним и вероятно даже решающим аргументом пользу того чтобы с этими коррективами не торопиться ну давайте обо всем по порядку начнем мы с американского доллара который сейчас индекс доллара котируется на отметке 93 82 не очень охотно дальше доллар выкупают тема с evergrande пока что не получилось никакого продолжения хотя последняя новость то что власти китая вроде бы готовы помочь но прежде всего требует чтобы руководство компании за счет собственных средств покрыла хотя бы какую-то а часть того долга который компании накопился но мне кажется друзья то что вот это внимание власти китая доказывает тот факт что ну не хотят они запускать своей как бы не расторопность что ли либо отсутствием каких-либо проактивных решений системный глобальный риск поэтому я в этом плане остаюсь спокойно и думаю что он конце концов когда будут наступать очередные периоды выплаты обязательств по облигациям китайские власти если уж прям совсем будет невозможно покрыть за счет тех объемов поступления которые есть в компании китайские власти вмешаются и должны все-таки помочь ну могу ошибаться в любом случае долгая эта тема висеть как бы когда мог меч на мировой экономик не будет и я думаю что ближайшие недели в прямом смысле друзья уже все окончательно прояснится по поводу статистики вчера вышли данные по заказам товар длительного пользования очередной слабый отчет минус 0 4 с а прошлого роста на 1 и 3 процента напоминаю что сегодня темп экономического роста куда более важный отчет но могу заранее сказать что эта статистика поскольку она за третий квартал у нас уже был отсчет от федрезерва это бежевая книга соответствие с которым точно было отмечено уже прям прописано целый такой текст и документ о том что в третьем квартале американская экономика столкнула серьезными трудностями и темпы роста замедлились и бизнес столкнулся с ростом инфляции кадровым голодом скажем так проблемами с логистикой и так далее все это разумеется уже вот аукнулась на рядовых отчетах которые мы анализируем пожалуйста заказан товары длительного пользования явные тому подтверждение и осталось только получить сегодняшний релиз по ввп и убедиться в том что действительно темп экономического роста более скромный но самый важный отчет это конечно же друзья следующей неделе нон фармы потому что именно октябрьские цифры они уже точно расставьте точки над и будет ли более ранее повышение процентной ставки или нет мою позицию я надеюсь вы знаете потому что по доллару она не меняется и я по-прежнему держу как и ранее небольшую часть средства под эту сделку потому что считаю что долгосрочно но мне интересно работать с индексом доллара низко волатильным инструментом который опирается конкретно на фундамент как с долгосрочной идеи в расчете на то что она принесет тоже своих профит если мои ожидания окажутся оправданными золото 1800 быстро вернулись мы к планке 1800 долларов за тройскую унцию снижаются доходности трежерис лаками взять на азиатской сессии сегодня корректируется и доллар полагаю что 1815 и выше это цель актуально до конца этой ехемптной недели рынок нефти 82 15 практически трех процентная коррекция друзья я предупреждал то что при мощном трендовом движении легко может наступить откат надеюсь то что вы не среди а паникеров которые испугались о текущей ситуации и уже действует на перекор общему фундаментальному фону хотя конечно же я вас ни в коем случае отговорить не буду если вы считаете что текущая коррекция это начало нового нисходящего тренда тогда конечно же вам нужно поторопиться и закрывать позиции иначе в конце концов когда бренд окажется ниже 75 70 долларов за баррель там уже и закрывать нечего будет но я все-таки сторонник фундаментального подхода и отношусь к любому коррекционному откату который идет на фоне развития трендовой динамики как абсолютно нормальному поведению связанному с борьбой продавцов и покупателей общий новостной фон а это прежде всего недостаток предложения и растущий спрос который усиливается глобальным энергетическим кризисом этот фон не меняется я жду заседания опек 4 ноября и полагаю что на этом заседании мы не услышим о каких-то дополнительных проактивных действиях по дополнительному образцу нефтедобычи поэтому в этом свете пока что разделяю прогнозы многих инвестбанков и считаю что бренд еще может добраться до 90 и выше а пока что кстати ликует продавцы рубля потому что впервые за последние три недели у них появилась возможность хоть немножечко отыграть именно на на средства если говорить про тандем активов доллар российской валюты сейчас на азиатской сессии мы видим рост уже больше чем на 1.6 процента пара доллар рубль котируется на уровне 70 64 думаю что сегодняшний день будет закрыто точно выше отметки 71 или даже 71 50 и по остальным активам друзья евро доллар один шестнадцать на четыре сегодня я не жду от и цб каких-либо решений по ужесточению монетарной политики айфо слабые опасения связанные с к видам ожидания того что инфляция является временным явлением накануне минэконом германии пересмотрел прогноз экономического роста с 3 и 5 до 2 и 6 процента практически на один процент я даже не припомню когда за последние месяцы настолько радикально меня ожидание значит белый вывод что он рано еще отказываться от экономических стимулов и в этой связи друзья я ранее очень хотел по паре евро доллар увидеть поддержку 1 15 сейчас котировки 1 1604 и сегодня узнать я рискну попробую добить до уровня 115 именно спекулятивная сделка основанная на вот это важно макроэкономическом событий насыщенном дне доллар канадец идеально отработала сделка которую я давал 1 23 друзья это наша ближайшая цель мы ее сделали банк канады как и ожидалось полностью сократил программу количественного смягчения с двух миллиардов канадских долларов неделю до нуля значит мы готовимся к росту процентных ставок и соответственно после небольшого периода консолидации я думаю что нисходящая динамика будет продолжена австралиец выше 0 75 покупаем дальше и индекса snp топчется вблизи исторических максимумов нуждается дополнительным топливе это топливо еще один мощный корпоративный отчет думаю что все впереди на этом все друзья большое спасибо за внимание и хорошие торговой сессии всем пока